На избирательные участки осенью южноуральцы отправятся одновременно с жителями других регионов. Постановление законодательного собрания определяет дату в единый день голосования, который проходит по стране 8 сентября 2019 года, состоятся в Челябинской области, как и в других регионах страны, выборы губернатора Челябинской области. Постановление будет опубликовано до 4 июня. После 4 июня мы даем старт официальной кампании по выборам губернатора Челябинской области. Еще один важный вопрос – внесение изменений в областной бюджет. Почти 29 миллионов рублей федеральных трансфертов пойдет на осуществление нацпроекта по повышению производительности труда и поддержки занятости. Более 200 миллионов планируется направить на установку в Челябинске остановочных комплексов. Почти столько же на внедрение систем контроля и обслуживание автоматических метеопостов на автодорогах региона. Кроме того, полмиллиарда из федерального бюджета потратят на рекультивацию закрытой Челябинской свалки. И еще 113 миллионов российская казна выделяет на создание полигонов для твердых бытовых отходов. Ну, самое главное, что у нас параметры бюджета не изменяются. Остаются прежние цифры – это 177 миллиардов по доходам и 192 миллиарда, почти 193 миллиарда по расходам. Я так понимаю, что к концу этого года мы подойдем к 200-миллиардному рубежу, и это будет рекорд по Челябинскому. С внесением изменений сразу в три областных закона разрешилась и ситуация с оплатой вывоза твердых коммунальных отходов, на которую Алексею Текслеру пожаловались сельские специалисты-бюджетники. С недавних пор федеральным законодательством в этой сфере была установлена жесткая система тарифов. Поэтому, естественно, было обращение в адрес губернатора о том, что мы имеем льготы на сельском уровне, а тем не менее за твердые коммунальные отходы приходится платить. И оперативно, подчеркиваю, оперативно губернатор дал поручение подготовить проект закона, и закон был внесен оперативно, мы рассмотрели на комитете, поддержали его безусловно, и он был сегодня поддержан депутатом и законодательным собранием. С 1 июля сельским специалистам в качестве дополнительных мер социальной поддержки будет положена ежемесячная денежная выплата, компенсирующая плату за вывоз твердых коммунальных отходов. Из областной казны на эти цели поступит более 23 миллионов рублей. Юлия Алексеева, Алексей Феденков, СТС Челябинск.